Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер в студии Виктория Царева прямо сейчас о последних событиях в стране и в мире. Общее собрание прокуроров не смогло выбрать новый состав Высшего Совета. Назначена новая дата встречи. Что нужно знать о лихорадке западного Нила, зарегистрированной в Румынии? Рекомендации экспертов. Албания, Греция, Турция, Испания. Ширится список стран, охваченных обширными листыми пожарами. В Суэцком канале столкнулись танкеры, груженные нефтепродуктами и сжиженным природным газом. В 2024 году Республика Молдова может открыть прямой рейс между Кишиневом и Афинами. Президент Республики Молдова Майосанду во время визита в Грецию обсудила эту возможность с премьер-министром Кириакосом Мицетакисом. Стороны также затронули другие темы, представляющие общественный интерес. Мы заинтересованы в еще более тесном сотрудничестве в ряде областей, в том числе в энергетике. Весной Энергоком подписал соглашение о сотрудничестве с греческим оператором DEPA, а затем и контракт на закупку природного газа. Диверсификация источников поставок природного газа является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности страны. И обсуждала с премьер-министром Мицетакисом вопросы экономического сотрудничества и привлечения греческих инвестиций, в том числе в контексте процесса реконструкции городов на юге Украины. Майосанду приветствовала решение афинских властей открыть посольство в Кишиневе. Пригласила премьер-министра Мицетакиса посетить Молдову и заверила его в том, что в ближайшее время в Грецию прибудут молдавские пожарные, чтобы помочь своим коллегам бороться с обширными пожарами, которые бушуют на островах Эллады второй месяц. Наша страна готова в ближайшие дни направить 56 пожарных, чтобы помочь потушить разрушительные пожары, с которыми сталкивается Греция, как мы это делали в предыдущие годы. Мы солидарны с дружественными странами, когда это необходимо. Также Майосанду встретилась в Греции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает пресс-служба администрации главы государства, стороны обсудили положение на фронте задачи третьего саммита Крымской платформы, на котором нашу страну представляет глава Кабмина Дорин Ричан, экспорт украинских зерновых и перспективы вступления в ЕС. На этой неделе, когда Республика Молдова и Украина отмечают День независимости, мы говорили о том, насколько важны мир и свобода для наших граждан. Несмотря на драматическую ситуацию в регионе, обе страны предпринимают сложные реформы и конкретные шаги для ускорения начала переговоров о вступлении в ЕС. Напомним, президент Майосанду совершает визит в Грецию по приглашению премьер-министра этой страны. Там она принимает участие в форуме глав государств и правительств Юго-Восточной Европы и Западных Балкан, организованном по инициативе Кириакаса Митцатакиса. Тем временем премьер-министр Дарин Ричан в Киеве встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Стороны договорились активизировать ряд двусторонних проектов в таких областях, как экономика, энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура и транспорт. Дарин Ричан поблагодарил украинскую сторону за сохранение безопасности в регионе. Ваше присутствие здесь – свидетельство тесного сотрудничества, продуктивного диалога. Также хочу отметить здесь плодотворный политический диалог между Украиной и Республикой Молдова. Спасибо в том числе за помощь, оказанную Украине в контексте конфликта с Россией. Спасибо за принятие мирного плана, предложенного президентом Зеленским. Спасибо вам за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране, за прием наших беженцев. Стороны также коснулись региональных усилий по обеспечению продовольственной безопасности путем укрепления сотрудничества по транзиту украинских товаров, а также восстановление и улучшение транспортной инфраструктуры, повышению пропускной способности автомобильных и железных дорог. Решение Кишинева запретить въезд музыканту Горану Бреговичу и его команде вызвало недоумение у президента Сербии Александра Вучича. Он не исключил, что в диалоге с властями Молдовы поднимет этот вопрос. У меня не было возможности более подробно обсудить с госпожой Санду запрет на въезд в Республику Молдова некоторым гражданам Сербии. Причины странные. Когда в молдавском обществе кого-то возмущает, что Брегович исполняет песню калашников, то возникает вопрос, что происходит, люди. Я не думаю, что государство должно так реагировать. У нас будет возможность обсудить эту тему с нашими партнерами из Молдовы. По словам представителей МВД, въезд в Молдову сербскому исполнителю Горану Бреговичу был запрещен еще в 2022 году. И организаторы фестиваля, на котором должен был выступить сербский исполнитель, были об этом проинформированы заранее. Министр внутренних дел Адриан Эфрос сообщил, что ведомство готово ответить на вопросы коллег в Сербии по линии Медей. Когда речь идет о национальной безопасности, МВД выполняет свою миссию в соответствии с действующим законодательством. После начала войны на Украине артист высказал пророссийские взгляды и поддержал присоединение Украины к Российской Федерации. В структурах безопасности были проанализированы и другие причины, после чего было принято решение запретить ему въезд на территорию Республики Молдова. Напомним, что сербский исполнитель Горан Брегович в минувшее воскресенье должен был принять участие в фестивале «ГУСТАР», который проходил в Старом Аргееве. Но в Кишиневском аэропорту ему не позволили въехать в страну. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Общее собрание прокуроров, собравшееся впервые за три года, так и не смогло избрать новый состав высшего совета прокуроров. После трех часов обсуждений было принято решение перенести общее собрание на другую дату. На собрании присутствовали исполняющие обязанности генерального прокурора Ион Мунтиану и министр юстиции Вероника Михайлова Марару. «Уважаемые прокуроры, на вас возложена чрезвычайно важная миссия. Общество ожидает, что мы вместе добьёмся реального прогресса. Министерство юстиции предлагало, и мы будем далее предлагать необходимую поддержку для совершенствования инструментов для вашей работы. Но мы также должны сделать выбор в пользу применения закона и практики в области. Закон не может быть изменён, исходя из частных случаев, поэтому необходимо применять передовую практику». «Для меня большая честь находиться перед всем коллективом прокуроров. Это, по праву, очень важное событие для деятельности прокуратуры. Я хочу поблагодарить вас за самоотверженность, которую вы проявляете вопреки критике, за зрелость и профессиональную ответственность, уже просто за то, что вы находитесь в таком большом количестве в этом зале, осознавая всю серьёзность происходящего». О переносе выборов членов нового состава Высшего совета прокуроров просили кандидаты, не прошедшие комиссию по предварительной оценке. «У нас есть три прокурора, включая меня, по которым нет решения. Да, 19 июля было решено, что собрание состоится 23 августа. Но тогда у нас не было безотзывного решения суда об отмене административного акта. Его отменили, поэтому его не существует». В законе о предварительной проверке также сказано, что три кандидата уходят на переаттестацию, и на данном этапе у них нет решения. В свою очередь глава Минюста призвала обвинителей не откладывать голосование по избранию нового состава Высшего совета прокуроров. «В качестве министра я выражаю надежду, что вы осознаете значимость реформы юстиции и о поворотном моменте, в котором мы находимся, и вместе примите участие в поддержке этих событий». Несмотря на это, 258 прокуроров проголосовали за перенос голосования по избранию нового состава Высшего совета прокуроров. По мнению экспертов, отсрочка заблокирует процесс предварительной проверки прокуроров. В конкурсу на избрание нового состава ВСП были допущены Марьяна Керпек, Юрий Лялин, Алена Нестерова, Дмитрий Абада, Елена Рошуор, Эдуард Паня и Олеся Верлан. Напоминаем, что во вторник Высший совет прокуроров отложил заседание из-за отсутствия кворума. 25 человек будут бороться за 20 вакантных должностей в Высшей судебной палате. 11 из них – кадровые судьи и 9 эксперты в сфере права. Список кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе, опубликовал Высший совет магистратуры. Напомним, конкурс на замещение вакантных должностей судей Высшей судебной палаты был объявлен 10 апреля, после того, как несколько судей ВСП подали в отставку. Позже он неоднократно продлевался. Последний раз ВСМ продлевал конкурс в июне, после неудачной попытки выдвинуть кандидатов на должности ВСП в мае. Подготовка к переговорам по вступлению Молдовы в ЕС, процессы, которые начались в судебной системе, а также последующее сотрудничество в сфере юстиции между правительствами Кишинева и Бухареста. Эти темы обсудила министр юстиции Молдовы Вероника Михайлов-Марару со своей коллегой из Румынии Алиной Гургиу. Позже министры юстиции двух стран провели совместную пресс-конференцию. «Я очень довольна готовностью Министерства юстиции Румынии поддержать наши инициативы по укреплению нормативной и институциональной базы. Они призваны удовлетворить, с одной стороны, законные ожидания граждан и Европейского Союза, что даёт нам уверенность в ускорении нашего европейского курса». При этом министр также упомянула о плодотворном сотрудничестве возглавляемого ею ведомства с коллегами из соседней страны, а также об обмене опытом в ближайшем будущем. «Мы обсудили и с радостью согласились, что примем незамедлительные меры, чтобы в ближайшем будущем, скорее всего, в начале следующего года, мы организовали в Кишиневе третий форум Республика Молдова-Румыния в сфере юстиции. Это платформа для взаимодействия всех представителей органов юстиции Республики Молдова и Румынии, высокопоставленных чиновников, гражданского общества и средств массовой информации». В свою очередь, Алина Горгио подтвердила поддержку Румынии в процессах реформы правосудия, а также в европейском пути нашей страны. «Румыния оказывает поддержку для получения к концу этого года положительного решения относительно начала переговоров о вступлении Республики Молдова в ЕС. Мы готовы, как вы сказали, продолжать оказывать техническую помощь властям Кишинева в процессе реформы правосудия и укрепления верховенства закона, делясь нашим опытом, особенно в период подготовки к вступлению, который был непростым даже для Румынии». В то же время Алина Горгио объявила дату организации следующей встречи платформы поддержки Республики Молдова. По словам министра юстиции Румынии, оно может состояться 17-18 октября в Кишиневе. Бывший лидер демократов Влад Плохотнюк будет координировать работу нескольких политических партий в Молдове. Об этом заявил сам бывший депутат ДПМ Евгений Никафарчук в эфире передачи на частном телеканале. Также он утверждает, что после создания собственной партии он стал врагом Влада Плохотнюка. «Я знаю точно, что некоторых людей вынудили либо покинуть нашу команду, либо из нашей команды уйти в другое формирование. Существует такой феномен, что он направляет или перенаправляет по формированиям или куда угодно, лишь бы мы не укрепились, я не могу дать ответа. Люди ездят по стране с телефонами, устанавливают связи, общаются и затем уезжают». Лидер партии развития и объединения Молдовы Ион Кику на своей странице в соцсети выступил с реакцией после того, как Евгений Никафарчук заявил, что речь пойдет о нескольких политических партиях, контролируемых Плохотнюком, имея в виду также политформирование, возглавляемое бывшим премьер-министром Ионом Кику. Напомним, в конце октября 2022 года Влад Плохотнюк для одного из новостных порталов заявил, что намерен вернуться в политику. Бывший лидер демократов покинул Республику Молдова «Таможенная служба» призывает всех перевозчиков соблюдать законодательство в сфере провоза товаров. Так, ведомство отреагировало на произошедший в понедельник на КПП «Скуляны» скандал. На виде, получившем широкое распространение в соцсети, граждане открыто выражали свои недовольства действиями молдавских таможенников, которые в жару проверяли каждую коробку в микроавтобусе, следовавшем из Италии в Молдову. Одна из снятых на видео женщин говорит, что по всей Европе проверки не такие строгие, как в Республике Молдова. Само видео вызвало резонанс в информационном поле. Уже на следующий день после его публикации таможенная служба выпустила пресс-релиз с пояснениями случившегося. Транспортное средство следовало из Италии в Республику Молдова, перевозя пассажиров и несопровождаемый багаж. Уточняем, что в отношении упомянутого транспорта ранее было зарегистрировано несколько предупреждений о недекларировании товаров и их незаконной перевозке, из чего следует, что автобус находится в зоне повышенного риска и подлежал тщательному контролю. По данным ведомства, молдавские таможенники в целях обеспечения экономической безопасности государства были обязаны провести проверку автобуса, в особенности прицепа с посылками. В результате проверки были заполнены таможенные декларации ДВ-6 и уплачены ввозные пошлины за товары, перевозимые в несопровождаемом багаже. Мы призываем всех перевозчиков соблюдать таможенное законодательство и проявлять ответственность. На сайте таможенной службы www.3wcustoms.gov.md есть раздел, предназначенный для физических лиц, в котором приводятся правила провоза товаров и валюты через таможенную границу. За подробностями можно обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 0373-22758. 3750 лев штрафа получил 29-летний житель Дрокиевского района за превышение скорости. Недалеко от Сен-Жирей он выжил 197 км в час. Права, полученные парнем за границей в этом году, у него отобрали на полгода. До этого в Сен-Жирейском районе полиция остановила 21-летнего лихача, который ехал со скоростью 169 км в час. Полиция предупреждает, высокая скорость и алкоголь являются наиболее частыми причинами ДТП в нашей стране. Этот водитель был остановлен полицейскими в Чемишлийском районе, где прошлой ночью на дорогах прошла операция по выявлению нарушителей правил дорожного движения. В их число попали и велосипедисты, и пешеходы. В общей сложности запротоколировано 42 правонарушения, четверо водителей попались пьяными за рулем. Стражи порядка бьют тревогу, все чаще жертвами ДТП становятся пешеходы. Только на прошлой неделе произошло 8 наездов. Семер в больнице, один погиб. В течение июня и июля на территории страны зафиксировано 214 происшествий с участием детей, в результате которых погибли 10 детей. В связи с этим рекомендуем родителям не позволяйте ребенку играть без присмотра. Будьте осторожны, не оставляйте в достигаемости детей оружие, лекарства, спички, различные рабочие инструменты и другие опасные предметы. Научите ребенка, что он может выходить только с вашего разрешения и что он всегда должен говорить, куда и с кем он идет. Не отправляйте его за покупками одного. Всегда напоминайте им о правилах дорожного движения и важности их соблюдения, предлагая примеры хорошего поведения на дорогах. И взрослыми детям полиция рекомендует переходить дорогу только по обустроенным пешеходным переходам, на зеленый свет светофора и удостоверившись, что автомобили остановились. Ночью следует носить светоотражающие знаки и для передвижения пользоваться исключительно тротуарами. Рынок нефтепродуктов продолжает тенденцию к росту. Так, согласно предельным расценкам, для розничной торговли горючим, установленным на РЭН на 24 августа, бензин подорожает на 7 банов, дизельное топливо – на 3. Таким образом, в четверг литр бензина А95 обойдется автовладельцам в 26 леев 30 банов. Тот же объем дизельного топлива будет стоить 23 леев 23 бана. Санитарные и эпидемиологические условия и правила пожарной безопасности соблюдены. Школы с румынским языком преподавания в Левобережье, несмотря на ряд проблем, готовы к началу нового учебного года. К таким выводам, после проверок пяти из восьми таких учебных заведений пришла совместная экспертная комиссия, в состав которой вошли в том числе представители бюро по реинтеграции, именобразования, агентств по техническому надзору и общественному здравоохранению. 21 августа проверки прошли в средней школе Константин Сучиту в селе Коржево, в средней школе села Роги Дубоссарского района и в теоретическом лицее Эврика в Рыбнице, а 22 августа в теоретическом лицее Лучан Благо из города Тирасполь и теоретическом лицее Александру Челбун из города Бендеры. Озабоченность комиссии вызвала состояние подъездной дороги к школе в селе Роги Дубоссарского района. Там есть угроза оползни, а значит и риски, что учебный процесс прервется. В пресс-релизе также говорится о других трудностях, с которыми сталкиваются подведомственные молдавским властям учебные заведения в Липобережье. Во время посещения теоретической средней школы Лучан Благо в городе Тирасполе была отмечена проблема отсутствия спортзала, факт который затрудняет правильное проведение учебного процесса и требует решения. В очередной раз было предложено привлечь специалистов из Тирасполя для определения оптимального решения этой проблемы в интересах детей. Отсутствие собственных помещений у учреждений с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе создает менее предсказуемую образовательную среду и порождает ряд трудностей для этих учебных заведений. Тем не менее, сообщают в Бюро по реинтеграции, учебные заведения были признаны готовыми к новому учебному году. В ведомстве подчеркнули, что продолжат держать под контролем бесперебойное протекание образовательного процесса, свободное передвижение учащихся и персонала, учебных материалов и товаров, необходимых для образовательного процесса, а также постоянное развитие высокоэффективного и качественного образовательного процесса. Теплоизоляция стен или потолков детского сада, школы или больницы должны будут соответствовать набору минимальных технических требований и спецификаций. Точно так же местные власти при закупках в рамках тендеров других товаров для, скажем, уличного освещения должны руководствоваться стандартами энергоэффективности. Об этом представители местных администраций рассказали на специальном семинаре. Семинар, на котором представители местных администраций знакомились с нормативами и требованиями энергоэффективности, был организован агентством по энергоэффективности при поддержке ПРООН в Молдове в рамках проекта «Устранение последствий энергетического кризиса в Республике Молдова», финансируемого Европейским Союзом. Энергоэффективность – самый дешевый источник энергии. Энергоэффективность является важнейшим приоритетом нашей страны. Она является частью национального плана построения Европейской Молдовы. Здания являются крупнейшим потребителем энергии. Их общая доля составляет около половины, а многие здания принадлежат государственным органам власти, которые требуют вмешательства, чтобы сделать потребление энергетических ресурсов более эффективным. Мы предлагаем, чтобы закупаемые работы и товары отныне соответствовали этим минимальным требованиям на благо всех граждан. Обучение представителей местных органов власти продолжится в сентябре в Кагуле и Дрокии для жителей севера и юга страны соответственно. В Камоне Менуэлле Штюнгенского района появится генеральный градостроительный план. Благодаря программе «Европейское село» с инвестициями правительства Республики Молдова в размере почти 413 тысяч лев, для населенного пункта открываются новые возможности в области устойчивого развития. Благодаря программе «Европейское село» в Камоне Менуэлле Штюнгенского проекта, мы также являемся бенефициаром проекта «Европейское село Экспресс», благодаря которому мы создадим мини-спортивную площадку, где есть поле для мини-футбола, а рядом с ним будет оборудована баскетбольная и волейбольная площадка, а также поле для тенниса. Генеральный градостроительный план Камоны включает стратегии развития инфраструктуры, жилых районов, зеленых насаждений и общественных объектов, а также содействует диверсификации местной экономики. Между тем, в муниципе Бельцы на завершающей стадии находятся работы по энергетической реконструкции теоретического лицея имени Дмитрия Кантемира. Работы выполняются в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом. В настоящее время в Бельском теоретическом лицее имени Дмитрия Кантемира проводятся последние энергоремонтные работы на фасадах блоков А и А2. Ранее в образовательном учреждении заменили старые окна, перестроили крышу, смонтировали сети электро- и водоснабжения, а также систему отопления и вентиляции. По данным источника, в результате полной реализации проекта около 960 студентов, преподавателей и вспомогательного персонала смогут пользоваться лучшими условиями обучения и комфортной учебной средой. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности объявило о начале приема заявок на выделение помощи фермерам, пострадавшим от последствий кризиса в 2022 году. Как сообщает ведомство, регламент, устанавливающий правила и критерии бенефициаров господдержки опубликован на официальном сайте правительства. С этой целью правительство одобрило выделение 200 миллионов леев. Учреждением, ответственным за сбор запросов на помощь, является агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Таким образом, с 24 августа фермеры смогут обратиться в территориальное отделение агентства для подачи пакета документов. Крайний срок – 29 сентября 2023 года. В связи с сообщениями о случаях заражения лихорадкой западного Нила в Румынии, Национальное агентство общественного здоровья сообщает, что вирус, вызываемый укусами комаров, не передается от человека к человеку, но и вероятность заболеть при одном укусе невероятно мала. В НАОС подчеркивают, традиционно этот вирус циркулирует у разных видов птиц или диких животных. В 80% случаев заболевания у людей протекают без симптомно, а когда они присутствуют, спектр и тяжесть заболевания могут быть очень разнообразными. Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом подвергаются большему риску развития тяжелых форм заболевания, включая неврологические формы. Чаще всего при вирусе проявляются симптомы, похожие на проявление гриппа – утомляемость, мышечная слабость, лихорадка и сильная головная боль. В тяжелых случаях также появляются неврологические симптомы, такие как ригидность мышц и шеи, рвота, сыпь на груди, повышенная чувствительность к свету, слость и судороги, а также озноб. В зависимости от инкубационного периода, который может отличаться у разных людей, проявления вирусной инфекции западного Нила могут появиться на второй-шестой день – редко до 14 дня с момента заражения. Национальное агентство общественного здоровья предлагает следующие рекомендации по защите от заражения вирусом западного Нила. Избегать контакта с комарами. Носить светлую одежду с длинными рукавами, длинные брюки и высокие носки, особенно после наступления сумерек. Использовать химикаты, отпугивающие комаров. Использовать инсектициды внутри и около дома. Предотвращать проникновение комаров в дом. Установить противомоскитные сетки на окнах. Устранять лужи в пределах двора. Устранять условия, благоприятные для развития комаров. Регулярная смена воды в паилках для птиц и других емкостях – своевременный вывоз бытового мусора. При появлении специфических признаков этой инфекции НАОС призывает население срочно обращаться за консультацией к врачу. Первый случай заболевания в Республике Молдова был диагностирован в 2019 году. В последующие годы случаев заражения лихорадкой западного Нила в нашей стране не было зарегистрировано. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний в этом году в странах Европейского Союза сообщили о 125 случаях заражения людей. Зарегистрировано 9 смертельных случаев – 5 в Греции, 3 в Италии и 1 в Румынии. Государственные медицинские и санитарные учреждения направили 13 высокопроизводительных УЗИ-аппаратов от миссии Интерсус Молдова. Согласно пресс-релизу Минздрава, она включает в себя различные передовые технологии, визуализации, которые предназначены для обеспечения проведения медицинских исследований высокой точности. Высокоэффективное медоборудование получили Институт матери и ребенка, Государственная больница, Государственная поликлиника, Университетская клиника первичной медицинской помощи Медицинского университета имени Николая Тестемицану, Институт фтизиопульмонологии имени Кирилла Драганюка, Центр здоровья города Сен-Джирей, районные больницы городов Кантемир, Аргеев, Дандюшаны, Фолешты, Теленешты, Ханчешты и Рыжканы. В мероприятии приняли участие государственный секретарь Минздрава Ион Пресакару, глава миссии Интерсос в Молдове Марка Буона и представители учреждений-бенефицаров. Общая стоимость гуманитарного лота превысила 127,5 тысяч евро. Учителей 30 образовательных учреждений подготовят к преподаванию в школах в пилотном режиме внеклассной дисциплины инновации и устойчивое развитие. Как сообщает Минобразование, новая дисциплина будет способствовать вовлечению учащихся в решение реальных экологических проблем с помощью инноваций и технологий, а также путем разработки собственных решений экологических проблем на местном уровне. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». В связи с жарой в местах скопления людей в различных районах города продолжают свою работу пункты по бесплатной раздаче воды. Врачи вновь рекомендуют гражданам по возможности отказаться от длительного пребывания на солнце, выпивать до 2 литров воды в день, снижать физические нагрузки. Адреса пунктов, где можно утолить жажду, можно найти на сайте мэрии. В Кишиневе 22 августа загорелась мансарда в многоквартирном доме на улице Пажуре 13-1. К тушению были привлечены 8 расчетов спасателей и пожарных. На месте они установили, что возгорание произошло в импровизированной конструкции площадью около 20 квадратных метров на крыше пятиэтажного жилого дома. Довольно быстро сотрудникам ГИЧС удалось локализовать возгорание. О пострадавших не сообщается. Причину и обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам. Ремонт мемориального комплекса кладбища героев на бульваре Дичибал. 17 продолжается. Проект реализуется мэрией Кишинева и притурой сектора ботаника в сотрудничестве с Советом уезда Бузеу. На данный момент ведутся работы по ремонту ступеней, балюстрады и колонн. Также предусмотрены ремонт существующих тротуаров, обустройство полукруглого сквера с установкой скамеек и урн для мусора, осадания парковочных мест параллельно бульвару Дичибал и многое другое. Министр сельского хозяйства Владимир Боля провел встречу с представителями спецагентств и программ ООН в Молдове. Стороны обсудили чрезвычайные меры поддержки фермеров, говорили о проблемах экспорта зерна. Как отметил министр, главной проблемой молдавских экспортеров зерна – обвал цены и увеличение транспортных расходов, а также предложил установить сканер для большегрузных автомобилей. Представители ООН отметили, что планируют привлечь дополнительное финансирование и расширить свою программу реагирования на чрезвычайные ситуации в сельском хозяйстве. В Бельцах с 1 октября тариф на проезд в троллейбусе снизят с 5 до 4 ли. В такое решение 22 августа принял муниципальный совет города. В пояснительной записке к решению сказано, что за последние полгода наблюдается устойчивая тенденция снижения стоимости электроэнергии. В связи с этим троллейбусное управление предложило снизить тариф на проезд в электрическом транспорте на 1 лей. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Фестиваль авторского вина впервые будет организован в Кишиневе. Как сообщает Ассоциация малых виноделов, он состоится 2 сентября в сквере Национального музея истории. Ожидается, что свою продукцию на суд публики представят более 30 брендов. В рамках мероприятия планируется провести дегустации. Сомелье ознакомит гостей с искусством потребления вин. А в фудкорте можно будет попробовать блюда, приготовленные на гриле. Также будет действовать выставка об истории отечественного виноделья. На пути к групповому этапу Лиги Европы Тираспольскому шерифу осталось пройти всего одного соперника. И это темная лошадка Лиги чемпионов этого года – Фарерский Клаксвик, который уже выбил на стадии квалификации чемпионов Венгрии и Швеции. В четверг подопечные Роберто Бордино сыграют в гостях. Начало матча в 21.45. Ответная игра в Тирасполе – 31 августа. Перед противостоянием с Фарерским Клаксвиком Тираспольчане пребывают в хорошем настроении. Во-первых, шериф уже гарантировал себе групповой раунд одного из Еврокубков, обеспечив себе как минимум более трех миллионов евро при завыход УЕФА. Во-вторых, осы в рамках национального первенства крупно обыграли дачу Буюкань со счетом 5-0. Как бы то ни было, наставник Тираспольчан не строит иллюзий перед матчем на Фарерских островах. Успешно слетают Тираспольчане на Фарера или нет, узнаем в четверг вечером. Начало матча в 21.45. В любом случае, чемпион Молдова обеспечил стране европейскую футбольную осень. А для Клаксвика это и вовсе наилучший результат в истории футбола на Фарерских островах. Если шериф по сумме двух матчей будет сильнее, то Тираспольчане попадут в групповой этап второго по престижу клубного турнира Старого Света – Лиги Европы. В прошлом году осы попали в одну группу вместе с Манчестер Юнайтед, испанским Реал Соседат и Кипрской Аммунией. В настоящее время человеческое сообщество достигло критического этапа формирования новой концепции в области мировой безопасности стало насущной проблемой. Об этом заявил председатель КНР Сидин Пин. Его обращение на бизнес-форуме в рамках проходящего в ЮАР-саммита БРИКС озвучил министр коммерции Китая Ван Вэньтао. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Сидин Пин в своем обращении к участникам делового форума, который зачитал министр коммерции Китая Вань Вэньтао. В нем говорится, что международному сообществу необходимо в срочном порядке устранить коренные причины конфликтов и войн, и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочной стабильности во всем мире. Президент Бразилии Лула Досилва в свою очередь заявил, что странам БРИКС нужно стремиться отказываться от доллара при торговле друг с другом, и это не следует воспринимать как попытку бросить вызовы американской валюте. Комментируя заявление участников саммита, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что он не видит превращения БРИКС в геополитического соперника Соединенных Штатов, пишет Рейтер. Это очень разнообразная группа стран с разными взглядами на важные вопросы, добавил он. Дойч Вели в свою очередь приводит слова министра иностранных дел Германии Аналины Бербак, по мнению которой саммит стран группы БРИКС и планируемое расширение этого альянса не ослабит позиции большой двадцатки. Напомним, встреча лидеров блока проходит с 24 по 24 августа в Йоханнесбурге. Немецкие производители удобрений оказались в тяжелом положении из-за резкого роста цен на газ и дешевых поставок удобрений за Россию, которые не подвержены санкциям ЕС. Некоторые заводы уже остановили свою работу, а другие сократили объемы производства, пишет издание Билд. Издание отмечает, что в ряде случаев зафиксирован рост себестоимости произведенных в Германии удобрений до 150%. Также в материале говорится, что динамика изменилась из-за отказа от дешевого российского газа, стоимость которого увеличилась до 40%. Подчеркивается, что она составляет четыре пятых всех затрат от производства аммиака. Вместе с тем в статье сообщается о росте импорта российских удобрений в Евросоюз. По данным Евростата, в 2022 году объем поставок из России составил более 5,5 миллионов тонн, что на 18% больше, чем в 2021 году. В то же время объем производства азотных удобрений в ЕС снизился на 7% до 16 миллионов 800 тысяч тонн. Немецкий химический концерн БАСФ, один из крупнейших производителей удобрений в Европе, заявил, что он вынужден сокращать производство из-за высоких цен на газ и дешевой конкуренции из России. Компания также потеряла часть своих клиентов в Польше и Литве, которые перешли на российские удобрения. Эксперты предупреждают, что остановка производства удобрений в Европе может привести к критическому дефициту продукции уже зимой, что повлияет на урожайность сельскохозяйственных культур в 2024 году. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс уходит в отставку, чтобы бросить вызов премьер-министру Нидерландов Марку Рюте на предстоящих осенью досрочных парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Русула фон дер Ляйн приняла отставку. Обязанности Тиммерманса будет исполнять вице-президент Мара Шевчевич. До назначения нового члена комиссии с голландским гражданством передает Евроньюз. Во вторник 62-летний Тиммерманс был приведен к присяге и возглавил объединенный список социал-демократов и зеленых на досрочных выборах в Нидерландах в надежде сменить либерала Марка Рюты. До европейских выборов остается менее года и к этому голосованию будет приковано пристальное внимание, считают обозревателем. В Брюсселе Тиммерманс был архитектором и ярким представителем экологической политики, проводимой с 2019 года под эгидой Урсулы фон дер Ляйн. Его послужной список станет одним из факторов предвыборной кампании, убеждены политологи, где он будет противостоять гражданскому фермерскому движению, ставшему недавно известным благодаря протестам сельхозпроизводителей против европейских норм. Примечательно и то, что возвращение Тиммерманса на голландскую политическую сцену происходит в тот момент, когда переговоры по зеленому пакту выходят из-под контроля, а некоторые государства-члены и евродепутаты призывают к мораторию в экологическом законодательстве, передает Евроньюз. Король Испании Филипп VI номинировал лидера Народной партии Альберто Фейхо кандидатом на должность главы будущего правительства. Ему предстоит провести переговоры с потенциальными партнерами по коалиции и пройти процедуру парламентского голосования. Дата станет известна в ближайшее время. После июльских досрочных выборов страна не смогла сформировать правительство. Находящиеся у власти социалисты выборы проиграли, а пришедшая первой Народная партия не получила достаточной поддержки в парламенте. Если Фейхо не удастся сформировать коалицию, то шансы остаться у власти вырастут у нынешнего исполняющего главы правительства социалиста Педро Санчеса. В провинции Мекка в Саудовской Аравии разразился сильный шторм. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как порывы ветра сбивают с ног местных жителей и паломников. Ураган также снес несколько рекламных щитов, металлических конструкций и мусорных баков. Из-за шторма власти Мекки решили перевести занятия в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат. По данным Национального метеорологического центра, скорость ветра превышала 80 км в час. Албания пытается справиться с крупным лесным пожаром недалеко от города Лак на западе страны. Задействованы армии пожарные, пламя угрожает жилым домам. Согласно заявлению премьер-министра, огонь охватил огромную территорию сосновым лесом. И это один из самых сильных природных пожаров для страны в этом году. Полиция показала видео ареста мужчины, которого подозревают в поджоге. Только в июле Албания обвинила 14 человек в разжигании лесных пожаров. Это в стране касается тюремным заключением на срок до 15 лет. А в Турции из-за пожаров эвакуировали 6 деревень в северо-западной провинции Чанакали. В этот же день огонь дошел до жилых домов. В район направили 8 самолетов, 26 вертолетов, 180 водовозов и около 1100 пожарных. Из-за бедствия приостановлено морское сообщение между Эгейским и Мраморным морями по проливу Дарданеллы. Узкий проход также соединяет Эгейское море с Черным и служит путем для судов между Европой и Азией. А испанские пожарные уже неделю борются с огнем на Тенерифе. Им удалось спасти от стихии знаменитую обсерваторию Тейды. В течение 20 часов они неустанно боролись с огнем, защищая лабораторию и научные объекты. У них получилось. Они смогли защитить научные объекты. Наша инфраструктура не понесла значительного ущерба. Пожар охватил более 14 тысяч гектаров территории в 12 муниципалитетах. Эвакуировали тысячи местных жителей. Бушуют пожары и в Греции. Густой дым окутал деревни Близофин. Огонь вспыхнул в 4-5 местах одновременно. То есть, вся деревня от востока до запада сразу загорелась. Мы такого раньше никогда не видели. Борьбе со стихией мешает сильный ветер. На помощь прибыли команды из Румынии. Ожидается также помощь из Чехии, Хорватии, Германии и Швеции. Пожары в Греции унесли жизни не менее 18 человек. В Суэцком канале произошло столкновение двух танкеров с нефтепродуктами и сжиженным природным газом. Об этом сообщил сервис отслеживания движения судов «Марин Трафик», передает Ройтерс. Взрыва не произошло, пострадавших нет. Один из танкеров вскоре после ЧП был отбуксирован в порт. Суэцкий канал – один из самых загруженных водных путей в мире и кратчайший морской путь между Европой и Азией. Во время сильного ветра в 2021 году огромный контейнеровоз «Эвергив» застрял в нем, остановив движение в обоих направлениях на шесть дней и нарушив глобальную торговлю. Всемирно известный итальянский певец Тоту Кутуньо скончался на 81-м году жизни. Он умер в больнице в Милане после продолжительной болезни, сообщает агентство «Анса» со ссылкой на менеджера-исполнителя. Тоту Кутуньо уже не первый год мучили проблемы со здоровьем. В частности, в 2018-м он жаловался на сердце. По словам менеджера певца, самочувствие итальянской знаменитости значительно ухудшилось в последние месяцы. Легенду подкосила продолжительная болезнь. Тоту Кутуньо начал свою музыкальную карьеру в 60-е годы. Сначала он был барабанщиком, а после увлекался джазом и игрой на фортепиано. Писал музыку не только для себя, но и таких мировых звезд, как Мирей Матьё, Джо Дассен, Адриана Чулентано. При этом всемирную славу певцу принесли сольные выступления. На его счету победы в конкурсе в Сан-Ремо и на Евровидении в Загребе. Визитной же карточкой Тоту стала песня «Л'Итальяно». Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, впервые появился на льду. Он это сделал во время ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви в Сочи». Фигурист стал участником номера своей жены Оксаны Домниной. Та откатала чувственную программу. В середине выступления Костомаров вышел на лед не в коньках. Пара завершила номер продолжительными объятиями. Напомним, в начале января 2022 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В процессе лечения ему ампутировали обе стопы и кисти рук. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. Он регулярно занимается в тренажерном зале и собирает восторженные комментарии подписчиков. В Пакистане на канатной дороге спасли 8 человек, 6 из которых дети. Все они ехали в школу, когда оборвался один из тросов, и люди остались висеть на высоте. А это почти 300 метров над землей. Пассажиры ждали помощи в открытом вагоне около 4 часов. После спасения подросткам оказали первую медицинскую помощь. На большей части этого горного района, на севере Пакистана, почти нет дорог. Поэтому местные жители пользуются подъемниками. На этом выпуск завершен. Впереди вас ждет интересная и развлекательная программа о фильмах и сериалах. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.